Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Дело в том, что я не могу понять отношения коллег ко мне на работе, и поэтому не знаю, как себя с ними вести. А сегодня они со мной активно разговаривают, называют по имени, управляют заботу. Приду с выходного. Та же коллега, которая называла по имени, даже в ответ не здоровается, даже не разговаривает со мной. Так делает не только она, а по сути в основном весь коллектив, то есть ощущение, что меня недолюбливают, избегают. То есть через некоторое время опять вопросы, разговоры, мое имя называют, помогают, мое поведение такое же, как и обычно. Часто меня обижают их выходки и в периоды, когда они со мной не разговаривают. В эти периоды они меня могут обидеть какими-либо поступками или скажут что-то обидно, а потом как ни в чем не бывало, опять по имени называют, пошли с нами домой. Но мне до сих пор обидно, я не могу как ни в чем не бывало, опять после всего этого с ними общаться. Мне обидно и не хочется с ними общаться. Один раз я спросил, что-то случилось, что вы со мной даже не поздоровались, но коллега на меня некридно кричала и сказала, что она поздоровалась. Хотя этого не было. Говорю, что не нравится, но появляются другие из их страны выходки, которые меня обижают. С другими они так себя не ведут, общаются стабильно. Улыбаются, дружелюбные всегда, только со мной. Ну и парень есть, которого они не любят, но с ним в основном всегда не здороваются, не разговаривают, а со мной частыми периодами. Меня оклеветал на работе их коллега, причем которого они не любят. И они поверили ему, что меня выбило из колеи, и меня даже слушать не стали. Как после этого с ними общаться? У меня желание просто отдалиться, идти домой одной. Вы самой по себе. Меня дико раздражают, от качелей, обижают. Почему так, как быть? Быто они мечутся от ненависти до любви ко мне. Работаю почти два года, был период, когда полгода со мной стабильно общались, здоровались. Тогда я выглядело по-другому, следил за собой и красил. С нас работать некому, но при этом я себя внешне запустила. Ну, с одной стороны, я не понимал, что я уйду, им придется почти без цеха работать, с другой, как к человеку, у них ко мне какое-то очень, какое-то не очень восприятие, так как другие цеха на меня косятся, наверное. Думаю, тикачели из-за этого. Ну, как мне с ними себя вести, если они так периодами меня отталкивают. Или, как я и хочу, просто отдалиться, больше ничего не выясняю, так как бесполезно. Ну, вообще, надо сказать, что идея выглядит здравой. Отдалиться ничего не выясняю, потому что... Что здесь можно выяснить? То есть, эти люди вам никто, эти люди чужие для вас, они для вас коллеги, они в первую очередь заработают. Я бы обратил внимание на несколько моментов основных. Первое, это то, что вас многие вещи обижают, это говорит о том, что у вас есть проблемы с самооценкой, то есть, вас это задевает, но вы видите проблему в них, а не в себе. И второе, это то, что вы как-то вот, как будто бы ждете, да, что вот, зная, что имеют место быть качели, да, зная это, вы все равно как будто бы ждете, что этих качель, грубо говоря, да, не будет. Вот, что, собственно говоря, тоже вас, конечно же, сбивает. С толку, потому что ваши ожидания все время, получается, не оправдываются, вот. Это большая проблема, потому что вы как будто бы ждете одного, а на самом деле получается, ну, немножко другое. И это, конечно, не может, не может вас не, скажем так, ну, не сливать с толку, да, не раздражать вас и так далее. По большому счету, то есть, проблематика, она вот, в целом, ну, на мой взгляд, такая. Вот, а дальше, дальше, на что еще я бы обратил внимание. Я бы обратил внимание еще на то, что вы, как будто бы, очень сильно зависите от коллег. То есть, как будто бы, ну, вот, они для вас не просто коллеги. И, собственно, в этом, на мой взгляд, тоже может быть довольно серьезная проблема, потому что эти люди, слова просто коллеги, то есть, они вам, ну, как бы, в целом, в общем-то, ничего не должны, да, и так далее. Но вы, как будто бы, активно пытаетесь вот с ними, как-то, ну, подружиться, что ли. Ну, вот. То есть, ну, придаете большое значение вот тому, поздоровались с вами или нет. Хотя, хотя, это дело каждого, на самом деле, здороваться или нет. То есть, ну, понятно, что хотелось бы, чтобы поздоровались, да, хотелось бы, чтобы поздоровались. Это, это, естественно, это логично, это нормально. Вот, но, как бы, что есть, что есть, и, ну, наверное, 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 с этим надо считаться. Вот, вы же с этим, как бы, не считаете. Вот, дальше. Вы говорите, что, не знаете, как, ну, вот, как к этому относиться, да, как к ним относиться, там, и так далее. То есть, ну, ну, не знаете, не знаете, ну, я думаю, что это не совсем правда, то, что вы не знаете, как, как, значит, ну, к ним относиться, потому что вы уже как-то относитесь к ним. И, на мой взгляд, вот, то, что вам, как мне, как мне кажется, надо было увидеть, это то, что, это ненадежные люди. Вот, вам нужно вот это, вот это еще увидеть, что это ненадежные люди, что это именно, именно ненадежные люди, то есть, на них нельзя подогаться. И, последнее, что мне показалось, исходя из того, что вы описываете, да, это то, что вам, как будто бы, сложно, довольно-таки, переносить неопределенно. Вот. То есть, когда вы не знаете, что вас ждет, когда вы не знаете, чего ожидать, вам сложно. Вот. То есть, тут вы как будто бы пытаетесь делать что? Вы пытаетесь контролировать. Вот. Вы пытаетесь контролировать, значит, ситуацию, вы пытаетесь как-то проконтролировать. То, что, ну, то, что, вот, с вами, с вами происходит, да, пытаетесь как-то, вот, а, значит, ну, может быть, может быть, может быть, предугадать, вы пытаетесь. Вот. Вот. Только, ну, вот, к сожалению, да, к сожалению или к счастью, вот, это невозможно. То есть, ну, ну, невозможно это проконтролировать, потому что тут, вот, если не только вы, да, но и, соответственно, другие люди, и, у других людей, как бы, ну, вот, свое, свой настрой, да, у других людей, своя реальность, в которой они живут, и другие люди, они просто, вот, ну, живут, условно говоря, какой-то своей жизнью, и все. Вот. Вот. На мой взгляд, у вас есть все-таки, вот, как я уже сказал, да, на мой взгляд, у вас есть серьезные трудности с самозыркой, потому что, вот, у вас, прям, ну, болезни достаточно, получается, задевают то, что вы к вам относится по-разному, да, и так далее. То есть, вот, такая, такая проблематика на мой взгляд тоже присутствует. Ну, вот. А, с этим тоже нужно обязательно работать. А, вот. Что еще? Еще есть ощущение, еще есть ощущение такое, что вы, ну, вот, помимо того, что, слишком много значения придаете. Ээээ, коллегам, да, есть ощущение, что вы только на них, только на них фиксируетесь. То есть, как будто бы, у вас, кроме работы и, значит, коллег, да, больше ничего нет. То есть, необходимо, ну, наверное, как-то сместить фокус своего внимания и обратить внимание на других людей, которые могут быть в вашем социальном окружении. Вот. Если других людей в вашем социальном окружении по какой-то причине нет, то социальное окружение нужно наращивать. Нужно наращивать. Потому что коллеги – это не социальное окружение. Ну, вот, хотите вы этого или нет, да, но, ну, не социальное окружение. Коллеги – это коллеги. Они именно вот на то и коллеги, что вы просто с ними работаете и все. С другой стороны, с другой стороны, как бы, я думаю, что вот гадать можно бесконечно, относительно того, что, ну, что влияет на смену их к вам отношений. Гадать можно бесконечно. На мой взгляд, самое лучшее, что вы можете сделать – это просто реагировать, как вы реагируете. Вам неприятно говорить об этом, но вам, ну, вас как-то задевает, да, то, что там происходит. Говорите об этом, высказывайте это. Вот. То есть здесь как-то, здесь как-то идея заключается в том, чтобы вы, ну, вот в себе, ну, в себе не держали. То, чтобы вы не держали в себе то, что вот вы чувствуете, то, что вот, ну, вы ощущаете то, что с вами происходит. Вот. Еще один момент хотел бы прояснить, то, что, возможно, у вас есть, ну, структура такая, ваших, ну, ценностей. Возможно. 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 Я не знаю. Пока. Просто говорю, что возможно. Есть такой элемент, что у вас вот есть определенная система ценностей. Например, что, не знаю, что надо здороваться, да, что, ну, есть какие-то рамки, нормы, правила приличия и так далее. Вот. У людей, с которыми вы общаетесь, могут быть другие представлены об этом. Не такие, как у вас. То есть люди могут жить, ну, вот, в другой пиротигме. Опять же. Хотите вы этого или нет. Понимаете, да? И с этим тоже нужно считаться. То есть вы хотите, чтобы, словно говоря, принимали вас, вы хотите, но сам при этом людей не принимаете. Дело не в том, что вы должны. Дело в том, что вы с этим боретесь. Вот. Ну, допустим, вы привязаны к своей работе и не можете сейчас с работы уйти. Я вас понимаю. Но в таком случае, опять же, здесь история про что? История про то, что вы обращаете на свой мотив больше внимания. То есть, зачем, зачем я на этой работе, вот, зачем, для чего, понимаете? Вот. Вы как будто всю эту историю, ну, забываете, да, вы как будто бы ее не видите, да, и все, собственно. Ну, в этом, в этом нет, в этом нет ничего хорошего для вас, в этом нет ничего позитивного для вас, абсолютно. Понимаете? То есть история здесь вот такая, к сожалению. Хотите, опять же, хотите, опять же, этого или нет? Вот. Поэтому я думал, я думал, поэтому я думал, что нужно вот эти все моменты потихонечку разбирать. Если проблема носит системный характер, если вас задевает это слишком сильно, и так далее, и так далее, вот, то, в таком случае, в таком случае, само собой, требуется индивидуальная работа. Вот. С вами, потому что эта проблема, она, как бы, ну, ваша. Это не проблема других людей. Ну, вот. Такая вот история. Еще мне показалось, например, что вы, ну, может быть, ну, возможно, идеализируете в какой-то, в какой-то мере или вот в какой-то степени, да, идеализируете, ну, окружающий мир. Вот. Людей, может быть, ждете много, ну, может быть, от людей много и так далее. Опять же, здесь история больше про что, да? Здесь история больше про то, что вы пытаетесь компенсировать что-то свое. Вы пытаетесь компенсировать что-то свое в этом. То есть, когда люди идеализируют что-либо, они вкладывают в это, ну, себя, да? То есть, это же их, как бы, активность, что они вот идеализируют. Поэтому нужно посмотреть, что вы вкладываете в эту, собственно говоря, идеализацию. Вот. Нужно посмотреть, что вы вкладываете в эту идеализацию. Нужно посмотреть, что она для вас значит. Нужно посмотреть, какое значение для вас имели и так далее. Вот. Для чего это? Чтобы вы могли лучше понять себя. Да? И чтобы вы, как бы, ну, более критически, более критически относились к себе. Вот. Не с обвинением, прошу заметить, ни в коем случае. Не с обвинением. А именно в критическом. Понимаете? Так пока получается, что вы критически относитесь только к вашим коллегам. Что является несколько, ну, наверное, ограничивающим. Фактором, да, с точки зрения реальности. Потому что вы можете, конечно, этих людей критиковать, но правда в том, что они вам как бы, как бы, ну, они вам ничего не должны, эти люди и, и, соответственно, что. Вот. Очень важно, что обида, ну, то, что вы говорите, меня обижает, да, меня обижают. Обида, то, что вас обижают, это во многом детская модель поведения. То есть это поведение свойственно для ребенка. Вот. Обидеться, обвинить, значит, ну, кого-то. И все. Вот. Ну, вы понимаете, что обида – это следствие, не первопричина. То есть то, что вы воспринимаете как обиду, является следствием, на мой взгляд, чего-то более глубокого. Вот. То есть обижаются часто люди, которые, например, в той или иной степени не реализованы. Обижаются часто люди, которые в той или иной степени чувствуют себя не свободными. Обижаются люди, которые в той или иной степени, ну, склонны к тому, чтобы собой жертвовать. Вот. Это очень важно. Крайне важно, чтобы вы этот момент зафиксировали тоже. Потому что это все, вот, как бы, связано с вами, это все про вас, это все ваша жизнь. И сейчас вы, как бы, ну, это буквально, буквально переживаете. То есть, как бы, ну, вот, в зависимости от, ну, от того, с какой, грубо говоря, там, ну, стороны, да, с какой точки зрения на это смотреть. Вот. То есть, опять же, что вам нужно сделать? Вам нужно спросить, спросить себя. А живу ли я так, как я хочу? Вот сейчас. Ну, вообще, вообще, глобально, глобально по жизни. Вот. Живу ли я так, как я хочу? Вот. Все ли в моей жизни так, как я хочу? Может быть, меня что-то не устраивает, может, мне что-то не нравится, может, зачем-то не удовлетворено. И так далее. То есть, ну, много, много разных моментов, моментов, на самом деле, есть. Вот. Важно, чтобы эти феноменты были вами замечены. Вот. Потому, как в противном случае, ну, вы так и будете, ну, так и будете страдать, так и будете зависеть от кого-то. Да? Такой вот момент. То есть, сами подумайте, у людей там что-то происходит, да? А вы, вот, а вы, как будто, значит, ну, вы вся в этом. Как будто, понимаете? Какая штука? Ну, это вопрос. Почему вы вся в этом? Вот. Поэтому, конечно, 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 ну, я вам сочувствую. Безусловно, я вам сочувствую. Вот. То есть, ну, здесь, здесь нельзя не сочувствовать. Ну, только, вот, как бы, дальше пошло. Понимаете? То есть, ну, вы, работать, работать готовы над собой или как? Или нет? Просто эта история, она не разовая. То есть, это похоже на системную, это похоже на системную и закрепленную у вас проблематику. Вот. Которую вы, ну, вот, эм, предаёте такой ограс, да? Что, как мне к этому относиться? Предполагаю, что, я не знаю, но мне показалось, что в этом одолице тоже, в том, что вы хотите одолице, да, тоже есть что-то такое, ну, детское как будто бы. Опять же, могу ошибаться, но, тем не менее, надеюсь, конечно, надеюсь, что я ошибаюсь, но, вот, тем не менее. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать на собой работу, желаю вам всего самого доброго и удачи.